Привет, хулиганы, алкоголики, тунеядцы и прочие преступные элементы! Добрый день, это Человек-Каюк! Буэнос диос, ми... Добрый день, граждане Москвы! Привет всем, это ваш добрососедский Человек-Каюк! В общем, не важно, главное, что фильм начинается примерно так же, и в нем есть похожие сцены, и вообще в этой ванне достаточно жарко, и сейчас я сделаю то, что никто никогда не делал, кроме Тони Старка, я покажу вам свое лицо, вот, это мои глаза, это мой нос, это мой рот, а теперь вы составите фоторобота, слушайте, вот, слушайте, клоп... Ё-моё, это же замечательная маска, вы ее видите? Мне нравится, я похож на Бэтмена, или Дарт Девила, или еще кого. Так и буду вести, может быть, пока я не доест. О, что это классно, слушайте, вообще, шикарно, мне понравилось, я думаю, что случайно, но... Это прям супер, и подбородок у меня вроде даже такой геройский, вы его, правда, не видите, наверное. Ладно, пофиг, сейчас я вам все расскажу о фильме, только перебазируюсь на подготовленную площадку с классным светом, микрофоном и прочими ништяками. Ужас! Да, еще раз, здравствуйте, с вами добрый-добрый, не, не очень добрый, добрососедский только, человек, который рассказывает о фильмах, на которые он сходил. Ну, а только что вернулся с этого, ё-моё, чека-паука «Хамкаминг», который лично бы я назвал «Инкаминг», и тут бы я даже вот записал вот некоторые пункты, я только вот под зеленой матерью нифига эти пункты не буду видеть. Ну, в общем, традиционно скажу, что никаких спойлеров нет, потому что никого не убили. Кто-то может сказать, что это уже большой спойлер, но... Да, обычно спойлер это то, что все-таки кого-то убили. Но все же мы с вами прекрасно знаем, что одной, как бы сказать, из основополагающих колонн, на которых держится Человек-паук, это то, что его дядю Бена замочили. Так вот, в этом фильме дядю Бена не замочили. В этом фильме дядю Бена вообще, его даже и не родили, а если и родили, то и отправили кого-то далеко, а может быть они с тетей, ё-моей, этой Джейна расстались, в общем, никакого дяди Бена не существует. Поэтому никакой фигни про большую ответственность и прочее не наблюдается. И Паркер у нас супер-пупер безответственный. Сперва я как раз об этом и подумал, что фильм будет то, что вот нам покажут, что типа паук заматереет, но Женн типа такой безответственный, на все кладет, всех кидает и так далее. Знакомая ситуация. Кому-то надо что-то, короче, помочь, что-то сделать. Там в клуб сказать, не-не-не, короче, я занят, у меня стажировка у Тони Старка, он всем говорит. А на самом деле пинает болты, снимает, можно сказать, кошек с деревьев и возвращает украденные байки. И все время, короче, пишет, пишет, пишет своему любимому Тони Старку, точнее даже не Тони Старку, а его посреднику. Кстати, мне этот чел очень понравился. Не знаю почему, какой-то харизматичный такой охранник. Не смотрел другие фильмы там про Мстителей и прочее дерьмо. Плохо помню. Мне кажется, наверняка он наверняка в них тоже был, и поэтому вот так возлюбили. Кажется, у него там есть какая-то история. Может быть, он даже с первого Железного Человека, но это не главное. Главное то, что наш Питер Паркер очень похож на Робина из Лего фильма. Как вы поняли, что это, что это, это же типа Капитан Америка и так далее. Он такой безумный фанат, задрот. На самом деле это шаг в нужном направлении, потому что если мы будем вспоминать предыдущего Человека-паука, которого я не видел, но там, если судить по трейлерам, если паблушки фильма, Питер Паркер был слишком крутой и даже катался на скидборде. Нет, этот Питер Паркер полный лох. Он собирает Лего. Такой продакт-плейсмент. Мощный продакт-плейсмент Звездных войн, Лего и прочего дерьма. Опять же, такой раздолбайский Человек-паук. Все у него через задницу. Почти как у Эша, только... Да. Если что-то можно сделать... Короче, он облажается по полной. Одна из самых смешных... Сцена в фильме, я вам даже ее не буду, короче, это... Ну, в общем, жизненная. Она очень жизненная. Слушайте, я эту штуку сниму, а то я не вижу ничего. Меня это пугает. А-а-а! А-а-а! Теперь вы узнали, кто я такой. Вы узнали мое секрет-айдентити. Идентити. А вот Питер Паркер тоже... Такой же лох. Объелся блох. Каким надо быть идиотом, чтобы сначала снимать маску, а потом заползать себе в квартиру? Сначала заползи в квартиру, проверь чистый горизонт, и только потом снимай маску. Вот как это сделал я. Пожалуйста. Я думал, что у нас будет какой-то суррогатный дядя Бен, то, что погибнет либо его друг, либо тетю замочат, либо... Ну, либо еще кого-то. Но нет. На самом деле, мне показалось, что у фильма и нет, как будто бы даже и основной идеи. Питер Паркер ничему не научился. Как он, короче, плевал на все ради какой-то непонятной цели, так он и продолжал это делать до конца фильма. Но только в начале фильма ему говорили, что ты дурак, что так поступаешь, а в конце ему говорили, молодец, Паркер все сделал как надо, хотя он ни капельки не изменился, он делал все точно так же. И все время ставил других в опасность. Он подвергал жизни других людей опасности многократно. Инкаминг. Как вы думаете, почему я назвал инкаминг? Потому что это человек-террорист. Он не просто так носит балаклаву. Это жесть. Давайте начнем загибать, короче, пальцы. Или отгибать. Значит, номер раз. Из-за паука взорвали магазин. Номер два. Из-за паука взорвали корабль. Номер три. Из-за паука взорвали монумент. Это Вашингтон, если не ошибаюсь. И номер четыре. Из-за паука взорвали самолет. Он буквально направил самолет, е-мое, в небоскребы. Слава богу, чуть промазал. По-моему, это все-таки человек-террорист. Я не знаю, на кого он работает, мне кажется. Человек-паук, тайный агент Гидры. Вот такая вот тема. Кстати, Капитан Америку почему-то там назвали террористом. Я, наверное, что-то пропустил. У них там что, прям как и в комиксах, тоже капстал нации? Куда катится, е-мое, Америка? Довели страну. Make America great again. Когда показывали Человечка-паучка. Когда он, знаете, там, занимается мелким таким геройством а-ля пипец. Это было относительно интересно, забавно, все такое. Типа, о, это же Человек, е-мое, Паук из YouTube, е-мое, канала Человек-паук рулит 2017.com, не знаю. Это было здорово. Типа, Человек-паук, сделай сальто или так далее. Это было классно. Мне вообще кажется, что если бы весь фильм как бы вот развивался на этом низком уровне, на этом добрососедском уровне, как там, сказал этот Тони Старк, будь ближе к земле, это было бы намного интересней. На самом деле, как бы даже и злодей, которого нам подсовывают, не понимаю, почему, никто не знает, он вроде как 8 лет злодеет, но и федералам, и мстителям на него накласть. Странно, странно. И вот Паук почему-то себе вбивает в голову, что он именно должен вот остановить этого парня, который торгует оружием, хотя у него для этого нет никакой мотивации. Я просто могу понять мотивацию Паука, у него получается, что единственная причина, по которой он хочет, е-мое. Разобраться с этим парнем, это только чтобы потешить свое, типа, чувство величия, чтобы вы там призвали крутым героем, то есть, ну, это типа не по-супергеройски, можно типа понять, там, типа, подросток, все дела. Но это очень отнимает, по-моему, от персонажа, когда ты видишь, что он как бы и не герой на самом деле. Вот как было в этой промо-ролике новых. Мстителей, как бы я, короче, не относился к этой команде и прочему дерьму. Там Капитан Америка правильный вопрос задает. Как ты стал, типа, супергероем? Точнее, как ты стала, и не супергероем, а этой, как ее, Леди Марвел, или как там это называется, неважно. Потому что причиной стать супергероем у Паука тупо не было. Он просто тупо школьник, и по-хорошему он должен был бы делать видосики для Ютуба. Опять же, я и не понимаю, нафига Тони Старк обратился к Пауку, у них что там, Мстителей мало, у них там, ё-моё, целая армия. Он что, решил делать типа армию из этих, ё-моё, из детей, типа, дети-солдаты и прочее дерьмо, это тоже как-то неэтично. Странная тема. Дает ему этот костюм паукообразный. И этот костюм превращает нашего Человека-паука в какой-то клон Железного Человека. Тоже там компьютер, типа, паутину с электрошоком, компьютер, проложи маршрут, компьютер-то, компьютер-сё. Вот мое время, человек, маук, типа, такого себе не позволял, у него тупо не было денег, потому что он был герой-бомж. И поэтому мы его все любили, можно было понять его, ну, типа, такой же парень, как мы, напялил трико и бегает по улицам. Иногда даже, да, кстати, иногда и бегает. Хорошо обыграли тема того, что высотные здания есть не везде, иногда тупо по-другому никак не доберёшься, кроме как труса, это хорошо. Опять же, каждый раз, когда он, типа, на земле, приземлённый наш Человек-паук, мне это очень понравилось. Когда смотрел фильм, ну, на мой взгляд, что отличает хороший фильм от плохого фильма? В хорошем фильме каждую последующую сцену ты не можешь предугадать. Тут у меня было такое чувство, будто весь фильм я уже видел, у меня, типа, было жуткое дежавю. Я сейчас пересмотрел три трейлера. Два этих трейлера я точно видел, но уже забыл. Но смысл в том, что в этих трейлерах показали всё, буквально всё, кроме самых скучных и тупых моментов, когда Питер Паркер, условно говоря, сидит в школе и жуёт там, чё они там жуют на завтрак, я не знаю, скажем, картошку фри. Ой, каждый раз, когда они возвращаются в школу, то такое... Я не понимаю, почему Питер такой раздолбай и на всё кладёт, кроме как... Опять же, я просто не понимаю, почему у него так горит впечатлить этого Туни Старка или стать, ё-моё, Мстителем. Я просто не вижу смысла. Он может собирать Лего и быть счастливым, ё-моё. В чём причина этого, я не знаю. К тому же и в школе у него, типа, всё в порядке, чё, бы учился там. В универ там надо уже метить все дела. Говоря о злодеях, о нашем злодеи, которого играет совершенно превосходный человек по имени Майкл Киттон. Надеюсь, я не забыл его имя. Он же Майкл, да? Мне показалось, фильм выиграл бы, если бы он, короче, был про него. Не знаю, вот каждый раз, когда он появлялся, мне почему-то сразу становилось, типа, о чём, типа, там дальше скажет, чё... Почему-то они его сделали очень... Короче, сопереживать ему просто. Допустим, в первой сцене, когда его там показывают, когда он, типа, ещё, типа, не суперзлодей, а просто прораб или, типа, того, и у него отнимают работу злые люди Тони Старка и банкротят его фирму, он даёт одному мужику по морде. И я был очень близок, я был суперблизок к тому, чтобы зааплодировать, такой, да, да, так его, так его, молодец, мужик! Эти свиньи с Уолт-стрит, они отобрали там у нас эту работу и прочее дерьмо. Вот это был единственный момент, когда я прям так проникся. И вообще каждый раз знаешь, когда человек говорит «Питер, ё-моё, почему ты не понимаешь? Я же, типа, такой же, как ты, парень!» Кому же он, знаете, он просто мелкий, условно говоря, уголовник. Он, типа, вор. Он вор, он джентльмен удачи. Единственное тело на его руках — это случайное тело. Он думал, что он взял гравитпушку, а он взял рейлган. И прострелил мужика в пепел. Возможно, мне показалось, что это была его честная ошибка. Он не похож на... Его просто довели. Как он, типа, он такой, знаете, все время там про семью. Семья то, семья сё. Ради семьи я готов на то. И кто может его винить в этом? К тому же, понимаете, это же было его последнее дело. Он попался на последнем своем деле. Очень грустно. Так обычно и бывает. Что там с ДАС? Ну и... Да. И, как уж я сейчас сказал, Питер Паркер. Странная тема, его в школе дразнят. И знаете, как его в школе дразнят? Его в школе дразнят... Пенис Паркер. Это не смешно. И так никто человека по имени Петр или Питер не дразнит. Я могу это сказать ферст-хенд, как говорится. У меня есть опыт. Это... Это самый нереалистичный момент в фильме. Давайте я посмотрю, что я мог забыть. Про мотивацию сказал. Про кикаться сказал. Про лего-лобби мощное сказал. Актер. Да, вот. Про актера хочу отметить. Питер Паркер. Я сказал, что он мне понравился? Он мне понравился. Похож на мальчика. А не там 20-летнего, 30-летнего, который изображает мальчика. И он ближе на этого Тоби Магуайра. Опять же, надеюсь, я не переврал его имя. Короче, на этого Человека-паука из двухтысячных похож. Мне это нравится такой. Ну, как сказать. Ну, вы понимаете, что я имею такой. Ботана может изобразить, в общем, а? Так, ни на чему не научился. Как плевал на всех, так и продолжил. В чем идея, не понял. Так. То, что он взорвал, я сказал. Ага. 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 Ну, и в принципе, я сказал все, что мог. Вот. Сцена мне понравилась почему-то на складе, когда он лежал в гамаке. В что-то вот этот именно момент, когда он оказался заперт на складе. Хрен знает. Почему-то я себе отдельно отметил эту сцену. Возможно, потому что он носил пиджак. И это очень классно. Я все думал, что он за какой-то пиджак на этих трейлерах и прочее. А это, оказывается, просто их школьная форма там. Они играют в этот, свой КВН в этих пиджаках. Ну, в принципе, у меня такое чувство, будто фильм слегка пролетел мимо меня. Как будто бы я то ли не целевая аудитория, то ли еще что. И также мне показалось, что люди, которые делают Человека-паука для PlayStation 4, слегка знакомые с наработками Sony, потому что, допустим, дизайн костюма последнего слегка напомнил мне их наработки. И, опять же, вот это была мина с паутиной, которая, пф, он стреляет типа эту мину, и когда там человек проходит, пф, она активируется, это тоже. И, опять же, идея того, вот этих кучи гаджетов, там всякие разведывательные дроны, там все вот это, пу-пу-пу-пу-пу-пу, и все эти 500 наборов паутины, это, опять же, у нас тоже заставляет вспомнить игру от Insomniac, которая готовится. Мум-пу-рум. И давайте скажу о сцене, о заключительной сцене, которую я ждал как идиот. Вот, я сначала чуть не вышел, потому что я подумал, что сцена с этим Китоном, который в Тюрьме сидит, я думал, это была заключительная сцена, потому что ее показали после коротких титров, но, оказывается, есть еще сцена после длинных титров. Я эту сцену ждал долго, успел послушать новости по радио и прочее дерьмо, и появляется Капитан Америка и говорит, терпение это типа хорошее, типа благодетель или что-то в этом роде, но она не всегда вознаграждается. В общем, и специально для жителей из Англии, вот такая вот заключительная классная сцена. Никаких там Торов не прилетело, и вообще, кстати, никаких... Да, если подумать, мы видели этих Мстителей только с этой говномыльницей Питера Паркера в самом начале издалека. И наверняка они были компьютерные, а не настоящие. Ну, в общем, я даже не знаю, у меня каких-то и даже сильных чувств этот фильм не вызвал. Единственное сильное чувство, опять же, у меня вызвало, когда этот Китон дал по морде этому ё-моёу человеку Тони Старка. Не знаю, в общем, я был за Майкла Китона, но он был классным парнем, и понять можно. И вообще Человек-паук все испортил. Не, на самом деле я тупо не понимаю. Я еще раз просто повторю. Он взорвал магазин, он взорвал ему этот теплоход, он взорвал монумент, он взорвал самолет, и после этого его Тони Старк собирается приглашать Мстителей. Что-то я в этой жизни не понимаю. Наверное, что-то, чего-то добиться надо пойти и что-то взорвать. Я бы, не знаю, я бы отдал Паркера под трибунал. И вообще, странный он был парень. Очень странный. Конец. Ой, господи, мне пора уходить. Ух, не ёбнись, Пётр. Ой, нет, 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 нет. И будем считать, что кат, и я ушел. Нет, серьезно. Его друг носит в рюкзаке бомбу, а сам Паркер бьет по этой бомбе молотком. Я знаю, он не знает, что это бомба, но где же научный подход? И какая-то элементарная осторожность. Как и говорил, он думает, по-моему, во всем фильме только о тебе и супергеройстве. О, господи. О, господи. О, господи. Ой, эми, эми. Какой imp 찍cer. О, господи. Как по-моему, что он сует.